Здравствуйте, меня зовут Марина Аксенова, я приветствую жителей Одессы и Одесской области. Энергия, харизма, живое человеческое лицо, таким видели украинцы Владимира Зеленского во время его инаугурационной речи в Верховной Рае. 73% избирателей, отдавших ровно год назад свои голоса за популярного шоумена, ожидали от него вполне конкретных дел, а обещал Зеленский много и щедро – закончить войну, шить разделенную страну, привести во власть новые лица, посадить коррупционеров, снизить коммунальные тарифы, пересмотреть реформы предыдущего президента и так далее. Часть избирателей поверила в стандартный набор обещаний человека, идущего в политику, еще часть – протестный электорат, голосовавший не за Зеленского, а лишь бы не за Порошенко. Так или иначе, год назад мы все ожидали изменений, к лучшему дождались или нет, свою личную позицию выскажет общественный деятель и журналист Святослава Гринчук. Здравствуйте, Святослав. Здравствуйте, Марина. Я приветствую вас в нашей виртуальной студии. Мы сегодня поговорим с вами об итогах года работы нового президента страны Владимира Зеленского. Вы, я не знаю, как голосовали за него, не голосовали, можете ли вы об этом говорить, либо это останется вашей личной тайной. Но, тем не менее, как оцениваете деятельность на посту президента Зеленского? Я не делаю из этого тайны. Я не верил никогда в Владимира Зеленского, как государственного деятеля, как в человека, который может поднять Украину с колен, вернуть ей прежнее достоинство, величие, а самое главное – независимость. От внешнего управления. Я не верил ему, я не верил в него. И, к сожалению, я сегодня констатирую, что я не ошибся. Говорю «к сожалению», потому что я рад был бы сейчас признать, что я был не прав, что не отдал свой голос за бомика Владимира Зеленского. Рад был бы, но, увы, к сожалению, я был прав. Скажите конкретно, что именно вас разочаровало? Изменения в реформах какие-то, либо новые лица? Потому что, с другой стороны, не обязательно, может быть, действительно быть таким маститым политиком для того, чтобы что-то изменить в стране. Можно на каком-то порыве, на дыхании, на любви, на патриотизме тоже менять. Хороший человек – это не профессия. Человек в Зеленске может быть и хорош, но этого мало. Новые лица. Вы знаете, неплохо набирать людей, у которых чистый лист. Но нельзя путать два понятия. Чистый лист и пустой лист. Набрав пустышек, которые подставляют его. Сколько скандалов мы видели со слугами, с министрами, с премьерами. Мы видели также скандалы с главой Офиса Президента и с одним, и с другим. Какие новые лица. Вот люстрация, да? Красавый дух. Вот люстрировали, всё. Отправили вот в старую гвардию. Разве на феда вот так? Ну спрашивается. Вот Андрей Богдал, это профессионал, это квалифицированный человек. Но где же принципы, где обещания? Ведь Андрей Богдал, при всех его достоинствах, был в правительстве Азарова. Тогда спрашивается, как получается, да? То есть друзьям всё, фраган, закон, принцип антидемократичный. Как-то так. Вот вы говорите о реформе. А я не знаю, какие реформы Владимир Зеленский осуществил или реализовал. Ну, кроме вот этой скандальной земельной реформы, да? Открытия рынка, по которому столько вопросов. А ответов, к сожалению, мало. А точнее сказать, они очень печальны. И называют больше не то умение, чем ясно. Медицинская реформа. Вот он издевался на стадионе, когда дебатировал со своим политическим конкурентом, экс-президентом Украины Петром Алексеевичем Порошенко. Говорил, ну вот что у нас за медицина? Да, зарплаты маленькие у медиков. Больницы не модернизированы, не оснащены необходимым оборудованием. Одним словом, куда ни кинься, ничего нет. Вот как же можно вообще заботиться о подрастающем покорении будущем Украины, народа Украины, когда такая медицина? А не кажется ли вам, что вот именно ситуация, которая сейчас сложилась, вот пандемия этого ковида, именно она сейчас заставит обратить внимание и власть, и президента именно на медицину, на то, чтобы коренным образом здесь изменить и отношение к медикам, и зарплаты врачей, и пересмотреть, возможно, вообще второй этап медицинской реформы? — Мариночка, мне бы очень хотелось надеяться, только моя надежда, она уже угасла. Почему? Потому что за это время, вот только за время правления Гончарука на посту министра здравоохранения сменилось три министра. Сегодня новый министр, да? Но он продолжает преступную реформу, супру. Эта реформа убила медицину, и любой медик, гамотный человек, эксперт, подтвердим. А если кто-то в этом сомневается, спросите у простых людей, когда они приходят в больницы, спросите у врачей, которые сегодня, рискуя жизнью, борются пандемией. Сколько врачей сегодня в Украине заразились этим смертельным вирусом? И что? Где зарплаты? Где обещанные надбавки? — Ну, надбавки, кстати, вот уже было объявление о том, что начали поступать. Другое дело, достаточно ли этих надбавок? — Начали поступать, когда, Марина? Когда карантин подходит к своему логическому завершению, ну, хочется в это надеяться. А врачи, в каком отчаянии читаешь новости? Сколько заболевших врачей, которые исполняют свой долг безвозмездно фактически. А кто подумал о их семьях, что они могут заразить своих родных и близких? Там тоже есть пожилые люди, там могут быть больные люди, инвалиды, и кто угодно. А кто об этом подумал, кто позаботился, кто обеспечил, и кто воздал должное за их героический труд и подвиг? Ну, понимаете, реформа продолжает вот этот супруг. Ведь Максим Степанов не остановил ее, насколько я знаю. Может, я ошибаюсь, меня поправьте. Но он сказал, что он будет продолжать делать супруг. Я правильно говорю, Мариночка? Да, он сказал, что реформа будет продолжена. Однако президент сказал, что у нас, кроме медиков, ничего нет. То есть, столкнувшись с такой ситуацией, он сделал, по-моему, достаточно весомый вывод. И я так думаю, что сейчас как раз можно надеяться на какие-то перемены. Мариночка, он сделал действительно весомый вывод и дал лично оценку году своего правления. Он сказал, что он ничего не выполнил из того, что он обещал. И находят себе оправдание во всем виновата пандемия коронавируса. Но до коронавируса сколько было времени? Я понимаю, что коронавирус — это некий черный вебель, как и Михаил Саакашвили, на котором все поставили крест, а он опять возвращается. Это невозможно было предугадать. Но сейчас не о Михо речь. Простите, мы не видим, чтобы были улучшения в экономике. Мало того, если сравнивать правление Порошенко и Зеленского, то по многим пунктам не то что не улучшилось, хуже стало и намного хуже. И эти показатели были задолго до пандемии, до карантина, который просто наносит смертельный и боюсь, что непоправимый удар по среднему и малому бизнесу. Это как? Где поддержка малого и среднего бизнеса? Где она? Одни какие-то фуристические обещания, а реальной поддержки нет. Я хочу обратить внимание, как поддерживает господин Дональд Трамп свою экономику, я имею в виду государство, и бизнесменов. То есть он выделил порядка 500 миллиардов долларов на поддержку экономики страны. Это кредитование и так далее. Я не говорю про 500 миллиардов, но хотя бы что-то. Я не говорю, по примеру, Японии, когда 100 тысяч ен каждому гражданину государства безвозмездно выдали на поддержку, чтобы люди могли выдержать этот карантин, не сойти с ума, не спиться и прочее, не деградировать, не впасть в состояние апатии. Но хотя бы по 5 тысяч гривен можно было дать гражданам, чтобы они хотя бы могли кусок хлеба купить и на этот кусок что-то положить. Едобное, более-менее полезное. Ну, вы поймите, крат правления Владимира Зименского, он не был задолго до пандемии, потому что вот профан Гончарук просто разрушил то, что еще хоть как-то длиплось, как-то жило. Бездарный человек, который сам про себя сказал, что он профан, какой-то волонтер, грандтоед, который стал премьер-министром только потому, что его там засватал СОРОС или МВФ, да, вот такое вот засланник, если сказать хуже. Светослав, давайте будем все-таки, с другой стороны, справедливыми. Не Зеленский набирал кредиты. Вот вы сейчас отстаиваете предыдущую власть, но ведь все-таки основные кредиты, вот эти колоссальные суммы были набраны именно во время правления Порошенко. А Зеленскому досталось уже, и помимо того, что пустая казна, скажем так, огромные долги, осталась война, которая, кстати, до сих пор не завершена. Это тоже одно из обещаний. И, с другой стороны, тут еще и пандемия мировая. Ну, Иночка, я, кажется, не обвинял Владимира Зеленского, что он набрал кредиты. Он пока не столько хочет, просит, умоляет и пытается выключить поддержку у своих горе слуг, да, которые заседают у него в парламенте, люди с пустым листом биографическим, понимаете, без опыта, без репутации, без образования даже высшего, многие без высшего образования, а некоторые с образованием ПТУ даже, которые хотят быть мэрами. Да, даже такие вот есть уникальные, так сказать, персонажи, комичные, увы, да. Поэтому я не говорю, что он во всем виноват. Но он не знает, с чего начать и как начать. И поэтому он попадает в смешные ситуации, которые его дискредитируют. Его доверие, ему доверие у народа падает. Понятно, что Петр Порошенко набрал кредиты. Понятно, что на хрупкие плечи, я имею в виду хрупкие, не как человека, не как мужчины, а как уже государственного деятеля, президента Зеленского. Потому что он не готов был к этому подвигу. Потому что в настоящих реалиях быть президентом Украины – это подвиг. Он играл такого героического человека в своем сериале «Слуга народа». А в реальности, не для того, чтобы послать НПР по тому адресу, куда он его посылал, он почему-то, по всеобщему удивлению, послал по этому адресу только «Слуга народа». Когда выпросил депутатов проголосовать за земельную реформу, за открытие рынка, и так называемый банковский закон. А сейчас он опять будет вынужден, вот мы ждем все четверга, попросит ли Зеленский своих «Слуга», просит ли он их проголосовать за назначение Михаила Саакашвили. А, кстати, как вы относитесь к кандидатуре Саакашвили на должность вице-премьер-министра? Мариночка, я не расслышал вопрос. Ваше отношение к назначению Саакашвили? Принесет ли это те результаты, всколыхлет ли это страну, испугаются ли наши коррупционеры, удастся ли ему разрушить схемы? Он наверняка уже не первый год в этой стране и знает достаточно много в этом отношении. Я вам сказал, что Михаил Саакашвили также является, как и коронавирус, таким вот черным лебедем. Никто не мог предугадать и предсказать, что он снова вернется в большую политику в Украине. И тем не менее это происходит, это практически уже свершилось. Я считаю, что Михаил Саакашвили не сможет стать для народа Украины вторым Каха Беддукидзе, который во времена его президентства Грузии по-настоящему воплотил все реформы. Он был реализатором этих реформ. И это его идеи, он их как бы и воплощал в жизнь. А Саакашвили только ходил и пиарился, понимаете? Поэтому как бы Каха Беддукидзе и Михаил Саакашвили – это абсолютно разные люди, разные величины. И Саакашвили, как мы знаем, действительно умеет только пиариться, рассказывать о каких свершениях. Вот он сейчас хвастается на всех телеканалах, вот и Саакашвили захватывался. Судец говорит, посмотрите, вот я же сделал трассу Модессы-Лини, да, дорогу, отремонтировал. Вот хорошо, вот Гойсон, наверное, заметил, что Михаил Николаевич, а не я ли вам в этом содействовал? Ведь по большому счету вы понимаете, что не губернатор реформы, какие вот осуществляет в стране, не один, он только как бы следует политике президента, а в данном случае премьер-министр. И это заслуга, как раз Одесса-Лини, это заслуга экс-премьера Украины Владимира Гройсмана. Кстати, это был вынужден признать, и Михаил Саакашвили. Я считаю, что этот человек крайне опасен для нашей государственности. Наша государственность так вот шатается, она на соплях. И вот такой темпераментный политик, тертоинформатор, таким является Саакашвили, он может ее разрушить, страна может просто развалиться. Вот это угроза. Человек будет заниматься, вот рассекать по всей Украине и пиариться, грозить всем. Ну мы же знаем, как он выбивал деньги с одесских бизнесменов через свой фонд. Так и непонятно, что это было. Нет ответа на это, это был фонд или шмон. Непонятно, да. Ну как, действительно это знают, но нету правовой оценки его деятельности, если ее можно так назвать, деятельностью. Он разрушил в Одесском регионе все, только что можно было разрушить. Там хатынку какую-то построил, чуть попиарился и все. Я думаю, что в данном случае он Владимиру Зеленскому со сватом. Если раньше были сериалы «Сваты» от Владимира Зеленского, сегодня мы видим сваты от МВФа, Жоржа Сороса и Вашингтона. И вот со сватами ему вот такого вот реформатора, как принято его считать, Михаила Сакашилия, боюсь, что он не принесет славы Владимиру Зеленскому, но вот в сжатые сроки обеспечит ему всемирный позор. У нас осталась последняя минута, буквально хотела бы все-таки задать вам такой вопрос, потому что можно очень долго критиковать власть. Власть уже так, собственно говоря, привыкла, любая власть, что всегда критикуют, всегда находятся позиционеры. С другой стороны, это правильно, это настораживает, это держит стержни. И тем не менее, какой выход такой ситуации? Вот уже не первый раз в сложных периодах нашего государства предлагалось такой технический кабмин, скажем так. Как вы смотрите вообще на возможность такого создания технического кабмина, с учетом, что для этого надо будет тогда отменять закон иллюстрации? Я считаю, что закон об отмене иллюстрации давно назрел. А сейчас он как никогда актуален. Зачем нам гастролеры или вот такие ребята, которые сюда направили в командировку с высоким окладом, как Саркашвили и прочие, да? Засланцы. Так что не обижать его под другими словами. У нас есть наш отечественный украинский интеллект, у нас есть люди достойные, грамотные, квалифицированные, молодые, с опытом, которые работали и губернаторами, и мэрами, и правительствами, и замминистрами. У нас есть люди в государственном складе ума, с опытом, с умением, с навыками необходимыми. Зачем их отстранять? Зачем их отстранять? Тем более, ну это фарс какой-то, потому что, ну, если бы вы уже назначили Богдана, да, на такую высокую должность, вот почему другие люди не могут сегодня стать на защиту интересов Украины? И зачем вот заниматься вот этой профанацией под названием Михаил Саакашили реформатором? Что он будет реформировать? Какие реформы? Понимаете? То есть еще больше почтить Украину, Вашингтону, МВ, Соросу. Я считаю, что Михаил Саакашили в сжатые сроки начнет критиковать и Зеленского, как критиковал в свое время своего благодетеля, который дал ему и гражданство, и статус, Петра Порошенко. Я думаю, что скоро мы услышим, какие барыги в парламенте, в партии «Слуга народа». Я думаю, что не пройдет много времени, и мы начнем слышать вот такую критику, что ему кто-то мешал, потому что плохому танцору всегда кто-то мешает, что-то ему мешает. И вот Михаил Саакашили найдет, кто же ему мешает, и начнет тыкать него пальцем со всех эфиров. Будут устраивать шоу от меха. Спасибо, Святослав. Спасибо большое. Это была позиция общественного деятеля, журналиста Святослава Горенчука. Я благодарна Вам за Вашу смелость, откровенность. Спасибо Вам большое. Приглашаем Вас еще к нам в гости. Спасибо большое. Желаю всем крепкого здоровья и удачи. Здоровья Вам тоже. Спасибо. 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 Спасибо.